В преддверии 8 марта женщины Архангельска, Северодвинска и Новодвинска соревновались в зимней рыбалке. За представительницами прекрасного пола, вооруженными удочками и ледорубами, наблюдал Артур Ромих. Соревнования «Рыбачка-2015» должны доказать, что женщины могут заниматься исконным поморским промыслом не хуже мужчин. Поселок Катунино стал центром соревнований не случайно. На Лахтинском озере в последние годы наблюдается небывалый клев. Правила соревнований предельно простые. Участницам за 10 минут необходимо найти место для лунки, а затем в течение полутора часов выловить как можно больше рыбы. В распоряжении участниц все озеро, но каждый руководствуется своими правилами, чтобы найти наиболее удачное место. Многие здесь занимаются подлёдной рыбалкой впервые. О том, как выбирать место и ловить рыбу, знают немного, но боевой дух у всех на высоте. А как выбирали лунку? Ну, не по какому. Вот так, чисто так, но сильно на середину не выходим, потому что глубоко будет. Какая глубина здесь примерно? Не знаю, два с половиной, наверное, метра. Сейчас застанем, посмотрим, не знаю. Здесь какими правилами будете руководствоваться? Никакими. Одну хотя бы поймать, то здорово. А что планируете вытащить оттуда? Окуня. Держ. Вот щука ещё есть. Выбор места – это залог успешного клёва, считают опытные рыбаки. Они знают, куда нужно прийти, чтобы рыба сама выпрыгивала из лунки. Правда, говорят, что полдень – не самое удачное время для соревнований. Клёв начинается с 7 до 10 утра. Тот уровень ближе к берегу как бы нет. Вот по этому уровню, вот как-то вот, ну всё равно, больше к рыбакам как-то приравниваешься. И вот, допустим, вот до этого вот мы там сидели, и вот просто рядышком свежая лунка тоже бывает. Вот она на тех не идёт, а свеженькую сделаешь, как-то вот в рыбу попадаешь. После выбора места необходимо воспользоваться ледобуром. С его помощью получается аккуратная лунка диаметром 10-15 сантиметров. Туда рыбачки будут опускать прикормку и оттуда же доставать свой улов. Все знают, рыбалка требует терпения, но просто сидеть и ждать не получится. Наживка должна всегда находиться в движении. Как только начнёт клевать, тянуть нельзя. Нужно убедиться, что рыба заглотила приманку вместе с крючком. Азарт. Азарт. Приятно тащить. В то же время, где одна, там хочется две, три. А когда она клюёт, ну когда хорошо клюёт, конечно, там уже вроде и надоедает. Но не так интересно. А вот когда вот именно, чтобы подловить, подсечь. Помимо самой рыбалки, участники соревнуются в приготовлении ухи – одного из древнейших блюд русской кухни. Каждый готовит её по-своему. Соревнования по женской рыбалке проводятся уже в третий раз. И, похоже, традиционный промысел поморов вновь набирает популярность. Об этом свидетельствует небывалое количество участников. В этом году порыбачить приезжают целыми семьями. По возрасту дети от 10 лет и до 60 лет женщины принимают участие в этом конкурсе. Это очень важно для возраста, для поколений, для воспитания нашей молодёжи. На первый взгляд может показаться, что зимняя рыбалка – занятие скучное. Но те, кто хоть один раз посидел над лункой, обязательно возвращаются снова. Артур Ромих, Михаил Шокур. Новости РНТВ. Приморский район.